Дмитрий Болтов и Ян Гермешов Давайте посмотрим, какие темы у нас сегодня. Собственный экологический кодекс, а жители массово вышли на уборку берегов Енисея. Триумф красноярских спортсменов. Никита Мельников выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе, а Аркадий Цареграцев завоевал первое место в финале всероссийских соревнований по дрифту. Юрий Николаевич, вот традиционно у нас было три темы, сегодня четыре, и мы предлагаем выбрать вам порядок обсуждения. С чего начнем? С какой темы? Давайте, наверное, в такой последовательности, как было показано, и начнем. То есть корректировка бюджета, городской совет, экология, ну и спорт. То есть вы согласны с нашими подачами? Хорошо. Тогда говорим про корректировку бюджета, и сейчас давайте посмотрим сюжет, потом обсудим. Правительство края внесло в законодательное собрание вариант корректировки краевого бюджета. В этом году оно проходит в напряженных условиях. Из-за падения цен на металла и изменений в налогообложении крупных предприятий, крайне дополучил 7,5 миллиардов рублей, вдобавок к уже существующему дефициту. Ситуация сложная, но не безвыходная, уверенная в краевом правительстве. Специалисты ведят несколько путей решения проблемы. Из федерации в край пришли целевые деньги на модернизацию дошкольного образования, строительство крытого футбольного манежа, поддержку сельхозпроизводителей и сохранение памятников культуры в Енисейске. Также есть возможность привлечь дополнительные федеральные средства на софинансирование других краевых проектов, а с экономленными средствами прикрыть образовавшуюся финансовую брешь. Несмотря на то, что бюджет дефицитный, все социальные программы будут сохранены. О сокращении расходов ни в краевом правительстве, ни в краевом парламенте никто даже не думает. Более того, расходы на выплаты, например, семьям опекунов и на компенсацию оплаты коммунальных услуг после корректировки только вырастут. Да, ситуация напряженная, ситуация отчасти даже сложная где-то, но на самом деле мы понимаем, что сегодня нужно делать, как управлять ситуацией, поэтому в целом те обязательства социального характера, прежде всего, которые предусмотрены в законном бюджете, они, конечно же, будут все исполнены. Мы хотели вас в этом заверить. При совокупном объеме перечислений на федерацию более 400 миллиардов рублей с территории края, они в какой-то степени должны возвращаться. Вот сегодня и губернатор постоянно встречается в Министерстве финансов, в Министерстве экономиков. Поднял вопрос у президента, обратились официально, где мы показываем именно положение дел, что край работает, край развивается, его базовый потенциал, налоговый, базовый, производственный потенциал наращивается. Нет никаких оснований думать, что это вот критично и не позволит нам какие-то наши обязательства выдержать. Здесь понимание есть, что все обязательства, которые у Красноярского края есть на сегодня, все они будут исполнены в полном объеме. Пока я считаю, объемы заимствований не превышают примерно 20% от общего бюджета. Это вполне приемлемо и с точки зрения международной практики, и с точки зрения российской практики объемы заимствований. Наш бюджет рейтингуется, агентство ФИЧ присваивает ему вполне приличный рейтинг, один из лучших по стране, категории BBB. Собственно говоря, это и позволяет в том числе проводить эффективные заимствования. Бюджет может заимствовать недорого, в длинную, и тем самым решать свои задачи. Юрий Николаевич, ну вот у нас прозвучала цифра 27 миллиардов, но появилась цифра 45 миллиардов, у нас дефицит бюджета. Какая правильная цифра? Ну, я думаю, что правильно и 27 миллиардов, и 45 миллиардов, смотря из чего исходить. Если говорить про 27 миллиардов рублей, то это, безусловно, цифра правильная, в связи с тем, что 18 миллиардов рублей на бюджете сегодня сохранено. Если 27 прибавить 18, то будет 45 миллиардов рублей. То есть, ну, правильно сказать, что цифра исходить. Есть какие-то личные запасы, которые... Да, 18 миллиардов рублей сохранились, исходя из выполнения бюджета на сегодняшний день. 23 октября у нас предполагается сессия законодательного собрания Красноярского края, где будет проходить как раз и обсуждение корректировки бюджета. Беусловно, ситуация непростая, нужно прямо говорить. Ну, драматизировать, драматичность ее, я думаю, она будет излишней. Значит, почему сложилась такая ситуация? Несколько причин. Ну, первая причина то, что это действительно общая ситуация в мировой экономике сложилась не совсем благоприятно для наших налогоподвижников. Ну, это, если я правильно понимаю, это как раз упали цены на цветные металлы. Да, это и цветные металлы, и цены на металлургию, да, упали цены. Раз. Второе, некоторая консолидация произошла от тех налогоплательщиков, которые у нас есть в крае, ну, условно говоря, некоторые компании, 18 компаний здесь в крае, часть в других регионах, консолидация подошла, и бюджет края в результате недополучил. Налогопоступление от этой консолидации основных налогоплательщиков. Следующий момент. Значит, ну, и, безусловно, как я сказал, это цены на металлы, спрос, конъюнктуры, она изменилась в корне. Значит, мы видим, что и на федеральном уровне бюджет тоже на сегодняшний день, и президент России, вы знаете, министрам поставил соответствующую, значит, федеральным задачей это тоже посмотреть некоторые статьи, которые можно убрать, там, сократить и так далее. Но, если говорить о бюджете Красноярского края, мы исходим из того, что все статьи, связанные с социальной составляющей, с медицинским обеспечением, с развитием, значит, инфраструктуры, с поддержанием коммунального хозяйства, они останутся неизменными. Даже приведу пример, буквально, я не скрываю, то, что мы собирали с председателя комитета законодательства собрания края Александра Викторовича Усова, с приглашения председателя правительства Красноярского края Виктора Петровича Томенко, где рассматривали приоритеты бюджетирования Красноярского края. Это и сельское хозяйство, значит, это и природоохранная деятельность, это и правоохранительные органы, значит, будем говорить о вопросах обеспечения безопасности, и местности управления, и промышленности. То есть уже есть понимание, как в этих условиях существовать? Да, совершенно верно. Мы рассматриваем различные варианты, вы правильно говорите, есть понимание, как не просто существовать, а как, ну, будем говорить, действовать, да, как продвигаться, как обеспечить деятельность каждого человека, проживающего на территории Красноярского края. Юрий Николаевич, ну вот я могу сказать, что вот у меня есть цифры, например, дефицит в 2012 году был 24 миллиарда, сейчас у нас, ну, 27, да, получается. В 2011 году был 18 миллиардов дефицит, но там и доходы были... Возросли. ...на 30 миллиардов меньше, чем у нас сейчас. То есть мы, в принципе, живем вот именно в такой ситуации по последние несколько лет. Это действительно так, значит, и не просто выживать, а мы действительно, ну, реализуем те проекты, те программы, значит, которые направлены на повышение благосостояния. Не просто поддержание, еще раз хочу обращать, повышение, потому что мы понимаем, инфляция растет, соответствующая цена на бензин, на продукты питания есть рост, и мы должны максимально сделать, сгладить эти вопросы для населения, чтобы они не чувствовали эту тревожность. Мало того, исходя из анализа уплаты налогов в бюджет Красноярского края, принято решение, значит, в рамках коллегиального обсуждения более детально, более индивидуально работать с каждым налогоплательщиком, для того, чтобы мы понимали, и они понимали свою ответственность перед Красноярском крае об уплате налогов на территории края. Ну, вот смотрите, в Министерстве финансов говорят о том, что мы будем из федерального бюджета, возможно, какие-то дополнительные деньги получать. До 10 миллиардов рублей там предполагается. И заимствование кредитное. Скажите, насколько вероятность вот этих вот положительных исходов будет? Я думаю, что и Силуанова, я слушал, значит, министра финансов Российской Федерации, значит, я думаю, что понимают. Конечно, просто так не будут регионам давать деньги, это очевидно, там тоже на федеральном уровне считают денежку, да? Но вместе с тем, объективная складывающая ситуация, она позволит нам получить эти деньги. Ну, я предлагаю сейчас прерваться буквально на пару минут, а потом вернуться в студию и продолжить наше обсуждение уже по другим вопросам. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова